моя история она наверное про преодоление страха моего потому что я не боясь уйти в неизвестность до бросила все и начала вести бизнес в той сфере в которой вообще ни черта ничего не понимала и не знала добрый день меня зовут васила бульбушоева я предприниматель до открытия моей клиниговой компании я работала журналистом сотрудничала с разными изданиями последние годы я работала международных организациях на разных позициях и вот в момент декретного отпуска у меня появились мысли создание какого-то своего дела выбор был очень спонтанным то есть не было никакой детской мечты не было никаких планов вообще никакого представления об этой сфере я просто наткнулась на фильм фильм был как раз про клиниговый бизнес он меня немножко вдохновил на идею открыть клиниговую компанию и вот буквально с этого все и началось я не скажу что я уже чувствую что я то есть у меня какой-то успех я пока его не чувствую но мне кажется у меня еще все впереди пока моя компания растет растет моя команда у нас много клиентов нас рекомендуют и это меня очень мотивирует и радует и вот в такие моменты я понимаю что я все все это я затеяла не зря вообще в любой сфере бизнесе там в любой другой сфере доля везения и удачи они то есть они сопутствуют тому кто идет им навстречу да твоя удача твою везение зависит от того насколько ты вкладываешься в свое дело в нашем случае если взять наших там клиентов крупных мелких мы их получаем посредством наших предыдущих нет они в свою очередь рекомендуют нас другим вот по такой цепочке у нас получается наш успех и мы развиваемся дальше вот тут главное мне кажется вопрос в профессионализме и в том насколько ты ответственно относишься к своей работе в начале когда мы стартанули у меня было двое клинера это две девочки которым я объяснила что как надо делать я не то есть выше на заказ сейчас есть у меня люди которые на постоянной основе на объектах работают есть люди которые то есть по заказам семья моя если честно в начале было вообще в шоке потому что никто от меня не ожидал что я будучи журналистом все брошу и начну заниматься клинингом вообще родители мои тем более вообще были и для них сфера клининга вообще непонятно само слово клининг они понятия не имеют что это такое родители то есть думали что я там занимаюсь уборкой то уборщицы муж изначально тоже не понимал зачем для чего я это все делаю но постепенно наблюдая как я там мучаюсь и прихожу со слезами в глазах вся измотанная он под конец подключился и за что я ему очень благодарна потому что очень много обязанностей я передала ему и мне стало легче управлять своим бизнесом я начала уже делегировать ему своей команде когда я теряла вдохновение то есть такие моменты у меня были в начале моего пути когда мне было очень сложно мне казалось что на мне большой груз я вообще одна все дело я была и менеджером и бухгалтером и руководила всем и обучала всему и были какие-то моменты когда я ожирела то есть диссонанс был какой-то потому что я думала а вдруг я то есть выбрала не ту сферу которая вообще подходит да но мне кажется в такие моменты очень важно не срут не рубить с плеча немножко то есть отойти отдохнуть и вернуться к делу да вообще сама предпринимательская деятельность для меня это она оказалась очень хорошей школой потому что у меня кардинально изменилось мое мышление как обычного человека на мышление на более предпринимательское мышление да для меня это два разных человека да если я раньше была более эгоистичным и более так скажем прямолинейным человеком то сейчас я очень дипломатичный и толерантный до этому всему меня научил именно бизнес моя история она наверное про преодоление страха моего потому что я не боясь там уйти в неизвестность до бросила все и начала вести бизнес в той сфере в которой вообще ни черта ничего не понимала и не знала да я преодолела свой страх я открыла бизнес в сфере клининга сама об этом ничего не знала еще это наверное история простой девушки которая то есть декрете решила найти какой-то там пассивный доход и в результате этот пассивный доход перерос там быстро растущий бизнес мне кажется я еще не доросла до того момента откуда я могу дать советы какие-то рекомендации потому что я сама еще совершенствуюсь ежедневно учусь важно наверное вокруг себя собрать команду хорошую до окружать себя людьми которые с тобой готовы идти работать и то есть учиться совместно потому что один в поле не воин да мы понимаем и что я могу сказать одно я могу точно сказать что спящему достаются только сны поэтому не спите